Новые способы стать ближе. Губернатор Ненецкого округа намерен развивать формы обратной связи с жителями округа. Первый в России в Ненецком округе принят закон о снегоходных трассах. Он стал первым в стране в части организации движения снегоходной техники. Оставайтесь на севере. Ненецкая телерадиовещательная компания возвращается на Триколор ТВ. С главными событиями к этому часу в студии Оксана Ульяновская. Игорь Кошин намерен развивать формы обратной связи с жителями округа. Об этом глава региона рассказал в бюджетном послании собранию депутатов Ненецкого округа. Уже сейчас губернатор активно взаимодействует с жителями региона посредством сайта и социальных сетей. Губернатор отметил, что с начала текущего года за получением госуслуг через многофункциональные центры обратились более 20 тысяч раз. Это почти столько же, сколько за весь 2015 год. Популярность получения услуг через МФЦ востребована. И сейчас стоит вопрос об усилении штата системы. Губернатор также высказался за более активное вовлечение населения в бюджетный процесс. Так как традиционная форма публичных слушаний не совсем популярна, мы разработали альтернативную. Речь идет об онлайн-игре, где жителям округа предлагается секвестировать на 3 миллиарда бюджет округа, самостоятельно расставив приоритеты. Проект запускаем в начале июля на сайте администрации. Кроме того, сегодня аппарат администрации прорабатывает схему внедрения электронной системы народного контроля. Окружные депутаты запретили выделять многодетным семьям земельные участки, не обеспеченные объектами инженерной и транспортной инфраструктуры. Соответствующие поправки в закон о бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Генинском округе были одобрены на 25-й парламентской сессии. Закон также дополнен статьей о предоставлении многодетным семьям иных мер социальной поддержки взамен земельных участков для ИЖС в собственность бесплатно. В качестве такой меры предложена компенсационная социальная выплата. Ее размер и условия предоставления в законе не прописаны. Эти параметры будет определять администрация округа. Выплата будет предоставляться с согласием многодетных. Такие семьи включат в отдельный список. При этом предусмотренная им выплата не обладает конкретным целевым назначением и может быть израсходована многодетной семьей и на иные цели, помимо реализации жилых прав. По последним данным, сегодня в округе проживает 457 многодетных семей. Из них большая часть зарегистрирована в Наринмаре и поселке Искателей. 20 в сельских населенных пунктах. В целях учета многодетных семей будет формироваться единая общая очередь. При этом в первоочередном порядке бесплатную землю под строительство дома предоставят многодетным семьям, в которых воспитывается ребенок с ограниченными возможностями здоровья. На 25-й сессии был принят еще один законопроект, касающийся социальной защищенности детей-инвалидов. Семьи, имеющие детей с ограниченными возможностями здоровья и право на получение материнского капитала, могут направить финансовые сертификаты на покупку средств реабилитации. Законопроект появился по инициативе жителей региона, которые обратились с этим вопросом к депутатам. Парламентарии внесли соответствующие поправки закон Ненецкого округа о дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, тем самым расширив использование средств материнского капитала. Об этом рассказал Виктор Кмить накануне сессии. Суть вопроса, ну такая она, достаточно жизненная и болезненная, потому что для вот этого ребенка-инвалида ему нужен слуховой аппарат, достаточно дорогостоящий. И получается абсурдная ситуация. С одной стороны, у них есть право на получение материнского капитала, достаточно значительная сумма. С другой стороны, действующим законодательством не предусмотрено использование этой суммы на приобретение оборудования, необходимого для реабилитации или абилитации ребенка. По словам депутата, в Ненецком округе проживают порядка 20 семей, имеющих детей-инвалидов, которые могут воспользоваться нововведением. Ненецкий округ стал первым регионом в России, принявший закон о снегоходных маршрутах. Такое решение во втором окончательном чтении единогласно приняли депутаты окружного собрания на 25-й сессии. Принятие закона связано со спецификой региона, где большинство сельских жителей передвигаются на снегоходной технике. По словам главы Заполярного района Алексея Михеева, законопроект был внесен в собрание депутатов почти год назад. За это время документ тщательно проработали и изменили название. В первоначальном варианте речь шла о законе об организации движения снегоходного транспорта в Ненецком округе. Вносятся изменения во все статьи, кроме последней. Также исключаются статьи номер 3 и номер 6. Неизменным остается статья последняя. Сегодня в представленном проекте это статья номер 5 по порядку вступления данного закона в силу. Предлагаю принять во втором окончательном чтении. Окончательная редакция закона носит во многом рамочный характер. Речь идет об установлении специальных знаков, указывающих пути и условия движения по снегоходным трассам. Это светоотражатели и информационные щиты, подсказывающие расстояние и предупреждающие об особенностях рельефа участка. На федеральном уровне правовой статус и особенности регулирования правоотношений в сфере организации движения по снегоходным трассам не определены. В России подобный закон принят только в Кемеровской области и Республике Алтай, но ориентирован исключительно на развитие снегоходного туризма. Таким образом, закон Ненецкого округа стал первым документом, регламентирующим статус снегоходных дорог. В России стартовала сельскохозяйственная перепись. С 1 июля по 15 августа тысячи обученных сотрудников обойдут частные хозяйства и организации. На развитие молодежной среды. Участники делегации от Ненецкого округа защищают проекты на образовательном форуме «Ладога». Узнать возможности местных фермеров и разработать программу господдержки сельского хозяйства. В России стартовала сельскохозяйственная перепись. Массовый разбор информации проводится раз в 10 лет. Последняя сельскохозяйственная перепись проводилась в 2006 году. Спустя 10 лет настало время нового подсчета данных. О том, как к нему готовились в Ненецком округе, смотрите в нашем следующем материале. В течение полутора месяцев на территории округа будут работать 15 переписных участков. Специально обученным сотрудникам предстоит обойти порядка 4 тысяч сельскохозяйственных объектов города и населенных пунктов. Там есть свое ранжирование. По большей части у нас личное подсобное хозяйство, то есть по части города. Это в основном семьи, проживающие в индивидуальных домохозяйствах. Кроме того, садоводческие огородные участки и крестьянско-фермерские участки. Во время всероссийской кампании переписчики зададут несколько простых вопросов о количестве скота в хозяйствах, плодовых деревьев, площади посевов по видам сельскохозяйственных культур, а также узнают размер общей площади земельных участков. Чтобы работа переписчиков была максимально эффективной, перед масштабным сбором информации они прошли обучение. В комплект входит светоотражающая жилетка. На ней есть сигнальные полосы. Еще есть козырек. Записная книжка. Вся информация будет фиксироваться на планшетах, затем после обработки направится во Всероссийскую базу данных. Основная задача статистического обследования – сбор объективной и полной информации о сельскохозяйственной отрасли и получение данных для анализа продовольственной безопасности страны. Первые итоги переписи 2016 будут известны в конце следующего года. Елена Семеновичева, Александр Бабрякович, Вадим Стасюк, Телеканал «Север». В Ненецком округе проведут авиамониторинг пожарной обстановки. В связи с установившейся теплой и сухой погодой Департамент природных ресурсов экологии и АПК совместно с Ненецким лесничеством 2 июля проведут облет лесов на юго-западе округа. Директор казенного учреждения Алексей Пленокос проведет визуальный осмотр территории лесничества. Облачности в день вылета не ожидается, и возможные очаги возгорания будут хорошо заметны даже на большом расстоянии. Пожароопасный сезон в Ненецком округе в этом году был установлен 16 июня и продлится до 1 октября. За это время планируется произвести не менее 8 полетов с целью мониторинга пожарной обстановки на территории лесничества. Последний пожар на землях лесного фонда Ненецкого округа был зарегистрирован в 2007 году. Его площадь составила 0,2 гектара. Еще два подобных пожара произошли в 2004 году и восемь в 2000 году. В нынешнем году на базе Ненецкого лесничества была создана региональная диспетчерская служба лесного хозяйства. Телефон службы 40173. Позвонив по нему, граждане могут сообщить информацию о пожарной опасности в лесах и лесных пожарах. Создать условия для музыкантов Ненецкого округа. Такой проект представил на образовательном форуме «Ладога» один из участников делегации Ненецкого округа. Вчера на форуме состоялась защита проектов, направленных на развитие молодежной среды. Самые актуальные проекты получат финансовую поддержку от Федерального агентства по делам молодежи. Один из участников форума директор окружного молодежного центра Даниил Исполинов представил проект под названием «Студия не формат». По замыслу организаторов проект позволит уличным музыкантам репетировать в специально оборудованном помещении. Собор оборудования и обустроить, собственно, репетиционную базу. Вещание у нас уже в городе есть оно. Один из стоящих зданий. Там уже что-то и часть есть. Не хватает только оборудования. Выступление планируется проводить в рамках крупных молодежных мероприятий, которых также целый ряд в год. То есть, дополнить вложение не нужно. А по поводу общения с профессионалами, эта связь налажена с одним выходцем из Нарьинмара. Известный такой Рустам Трофим, у которого есть своя рок-группа, у которого есть уже студия звукозаписи в Москве, у которого огромный опыт участия на различных фестивалях. То есть, он мог бы, ну, ребят, уже там советом, словом, как бы поддержать. Проект оценивается в несколько этапов. Сегодня станут известны оценки экспертов, которые заслушали презентации проектов на первом этапе. Проект будет оцениваться на актуальность, эффективность, адресность, креативность и практическое применение. Вторым этапом будут общественные слушания. Самые востребованные проекты получат поддержку от Федерального агентства по делам молодежи в размере 5 миллионов рублей. Охраняют безопасность на дорогах и первыми приходят на помощь. Государственная инспекция безопасности дорожного движения отмечает двойной праздник и принимает поздравления. Следить за порядком на российских дорогах – их призвание. Сотрудники Ненецкой госавтоинспекции принимают поздравления к профессиональному празднику. Ежегодно в России его отмечают 3 июля. У Дорожной инспекции Ненецкого округа в этом году праздник двойной. Ведомство отмечает 80 лет. Дата образования отделения ГИБДД в Ненецком округе считается 1959 год. Тогда в органах внутренних дел Ненецкого округа была введена первая штатная единица дорожного инспектора. На эту должность назначили Филиппова Геннадия Захаровича. В его обязанности входили учёт транспорта, выезд на дорожные происшествия и проведение профилактической работы на предприятиях и организациях. Как говорит его последователь Юрий Казанцев, первые инспекторы дорожного движения строили с нуля всю систему работы подразделения. Буквально, когда в 1993 году субъект стал федерацией отдельной, мы вышли из состава управления Архангельской области и стали как самостоятельный орган. И началось с того период формирования подразделения как отдельного органа субъекта федерации. Буквально с 1994 года у нас сформировалось отделение РЭО, ГИБДД. Потом пошло формирование отделения СМО, ГИБДД. Сформировали взвод ДПС, который в сегодняшний день существует. Ну и потом пошли вспомогательные службы. Это технический надзор, доронадзор, группы формировались. Ну и потом пошли там из Петра по пропаганде. Это всё приходилось. В тот период, значит, у нас действительно базы никакой не было. Мы здесь находились в этом здании, в небольшом кабинете все располагались. Вот в связи с тем, что было увеличение, нам, значит, порекомендовали, значит, здание поселка Искатели, где пожарная часть, трой этаж. Мы там, значит, начали с того здания полностью перебрать по своим уже требованиям по ГИБДД. Потом, значит, было строительство материальной части, это гаражи. Потом пошли привязываться автомобили для подразделения ГИБДД. Вот так вот в тот период всё начиналось. Тогда ещё на улицах Наренмара было больше пешеходов, нежели водителей. Сегодня обстановка совершенно другая. Согласно статистике, по дорогам города ездит порядка 15 тысяч машин. Интенсивность движения отражается на работе дорожных инспекторов. Служба идёт днём и ночью. Сегодня Государственная инспекция безопасности дорожного движения – это мобильная и оснащённая служба, в которой трудится более 60 человек. Много так называемых «крутых» на дорогах. С каждым из них вам надо разбираться, с каждым, каждого из них поставить нормальное положение, чтобы они аккуратно ездили на автомашинах. Сложно. Да, бывают и недовольные. Да, бывает всякое в нашей службе. Но мы с вами стараемся преодолеть все тяготы лишения вот этой нашей службы. В преддверии празднования 80-летия со дня образования Государственной инспекции безопасности дорожного движения в ОМВД России по Ненецкому округу состоялось торжественное поздравление сотрудников и ветеранов ведомства, а также вручение наград и благодарственных писем. Дорогие сотрудники Госавтоинспекции, уважаемые ветераны службы, поздравляю вас с 80-летним юбилеем образования Государственной автомобильной инспекции. Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия, вежливых водителей, безопасных дорог и мирного неба над головой. В завершение торжественного мероприятия начальник управления вручил сотрудникам и ветеранам ведомственные медали, почетные грамоты, благодарности и благодарственные письма. Валентина Чибичек, Елена Семеновичева, Антон Водряков, Телеканал «Север». Где в России живут самые читающие люди? Российский книжный союз при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям начал сбор заявок на второй всероссийский конкурс «Самый читающий регион». В прошлом году по итогам конкурса Ненецкий округ занял почетное второе место, немного уступив Ульяновской области. Начало ежегодному конкурсу было положено в 2015 году в рамках Гуда литературы в России. Тогда за звание литературного флагмана страны из 85 субъектов подтвердили свое участие 83. Из них был сформирован список, куда попали 20 регионов, продемонстрировавших значительный уровень инфраструктуры книги и чтения, системную поддержку литературных традиций, культуры и образования. В прошлом году наш регион на конкурс представил региональный план мероприятий в рамках Года литературы, а также сведения о масштабных проектах, которые наверняка запомнились нашим жителям. «Библия ночь», окружной фестиваль «Новые книги нашим детям», акция «Лето с книгой». В этом году Ненецкий округ занял второе место, уступив немного Ульяновской области. В нынешнем году дополнительное внимание будет уделено литературным проектам, приуроченным в Году кино в России и посвященным литературе как на основе кинематографа. Итоги конкурса будут подведены в ноябре. Церемония награждения пройдет в декабре в Москве. Региону, занявшему первое место, будет вручен почетный диплом, статуэтка «Литературный флагман России» и комплект книг для пополнения библиотечных фондов региона. По многочисленным просьбам жителей округа, телеканал «Север» возвращается в пакет вещания «Триколор-ТВ». Выделение Ненецкой телерадиовещательной компании 13 миллионов 600 тысяч рублей до конца года на эти цели одобрено на 25-й сессии собрания депутатов в рамках корректировки регионального бюджета 2016. С 1 января 2016 года телеканал «Север» прекратил вещание в пакете «Триколор-ТВ». Телеканал остался доступен на кабельном ТВ, в интернете, а также в пакете НТВ+. Вещание телеканала на «Триколор-ТВ» было прекращено в целях экономии средств. Мы посчитали, что все-таки нельзя обделять жителей округа вещанием ТРК, нашей окружной ТРК «Север» на «Триколор-ТВ», ввиду того, что многие жители округа имеют именно эти приемники, и они имеют право смотреть и новости, и все эти передачи, которые осуществляет наша любимая телерадиокомпания «Север». В свою очередь, пресс-служба «Триколор-ТВ» сообщила, что вещание с севера ведется уже 17 июня. Правда, пока в тестовом режиме. «Триколор-ТВ» – лидер российского рынка платного телевидения с долей 30%. В спутниковом сегменте доля оператора составляет порядка 75%. По состоянию на 1 апреля абонентская база «Триколор-ТВ» составила около 12 миллионов домохозяйств. Зрительская аудитория – около 40 миллионов человек. На этом пока все. Увидеть новости можно и на нашем сайте, адрес trksever.ru. Далее прогноз погоды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова